Вопрос номер 6. Выберите из списка объект с наибольшей царемностью воды. На каждый ответ 30 секунд, всего 25 заданий. В таком формате Всероссийский географический диктант проходит уже во второй раз. По традиции, в силу расположения часовых поясов, Владивосток начинает отвечать в числе первых. Я думаю, что результаты будут выше. В прошлом году мы набрали баллы выше в среднем по России. Это уже радует. Кроме того, в этот раз мы ожидаем в два раза больше участников. В 2015-м 267 участников из Владивостока. В этом году на диктант в Кампус ДВФУ пришли 240 горожан. Аудитория молодая, большинство это студенты и старшеклассники. Но главный критерий не возраст, а желание проверить свои знания. Повторяли всю Россию, географию России, географические объекты, горы, реки, озера, города. Дома повторял карту, где что находится и смотрел в интернете основные термины и все самое главное о России. Я уже пять раз пишу тотальный диктант. Мы писали этнографический диктант. И теперь первый раз пишем географический. Тема диктанта «Моя страна Россия». Вопросы составлены в трех вариантах для жителей Дальнего Востока, Сибири и Центральной России. На все ответы ушло полчаса. О результатах проверки будет известно 25 декабря. Удивилась, что самое мокрое место в Сочи, а не у нас. Я думала, мокрее нашего места нет. Реки по порядку расставить тоже заминочка была. Диктанты в различных областях с каждым годом становятся все популярнее. Интерес со стороны горожан только растет. Тесты пишут по русскому языку, этнографии, географии. Свои знания по грамматике и пунктуации за шесть лет проверили около четырех тысяч жителей Владивостока. Любители изучения народности – около сотни человек. И более 500 горожан прошли тест по географии. При этом количество аудиторий, где проходят диктанты, тоже растет. Например, для географического теста на этот раз в Приморье подготовили 11 региональных площадок. Валерия Белоуса, Набережная, Василий Косилов. Новости на Восьмом.